Учебный пожар по следам реального. Сегодня в общежитии на улице Гагарина прошла тренировка по эвакуации и спасению людей при возгорании. Знают ли студенты, что делать в опасной для жизни ситуации, выяснила Зоя Рыжкова. Заказывать сторожа Устенова Татьяна Алексеевна из общежития номер 5. Задача сторожа сообщить пожарным, что условное возгорание произошло на кухне третьего этажа. Ситуацию смоделировали специально для тренировки, но она очень близка к реальной. Да, у нас был пожар. Буквально недавно, 24 февраля этого года, на третьем этаже, тоже на кухне, в мусоропроводе было разгорание. Силами студентов и силами проживающих, сотрудников, пожар быстро затушили. Внимание, внимание! В здании произошел пожар. Просьба всем покинуть помещение. В общежитии живет около пяти сотен студентов и работников. Их задача – немедленно выйти на улицу. Просто оделся и вышел. Ну, учебная же тревога, господи, можно особо так не переживать. Если бы настоящее было, то собрал бы все, что можно, и ушел бы. Помогите! Гори! Эти студенты спасаются от дыма на балконе общежития. Выбираться из здания им придется по пожарной лестнице. За тренировкой наблюдают представители других вузов. Для них это практическое занятие по противопожарной безопасности. В данном общежитии все комнаты расположены коридорного типа в виде трамвайчиков так называемых. Что усугубляет при пожаре эвакуацию, самостоятельную эвакуацию. Все коридоры заполняются плотным дымом, едким. И чем затрудняется спасение данных жильцов. Тех, кто не смог выбраться самостоятельно, выведут пожарные. А если в помещении уже нечем дышать, то подключат пострадавшего к своему дыхательному аппарату. Подсоединяем, открываем. Ну, соответственно, мы уже дышим в баллоне, когда мы зашли. И одеваем, и у меня закрыт баллон. Ну, у меня идет, и тут идет, и тут идет. По сути, вот все. Он дышит. Дышим. А этот звук предупреждает пожарного, что воздух в баллоне заканчивается, и нужно срочно выходить на улицу. Учебная спасательная операция завершена. В случае реального пожара она будет проходить точно так же, но на помощь студентам приедет не 14 человек, а как минимум полсотни. Зоя Рыжкова, Игорь Морщиков, Вести, Ярославль.